Кто, если видел, слышал мои предыдущие доклады, статьи на хабре, вот, наверное, знает, что я много рассказывал про то, как у нас в Одноклассниках нетрадиционным образом используется Java, какими хаками мы не пренебрегаем. И, в общем, делаем все, что хотим, залезаем во внутренности. И сегодня настала пора разобраться, наконец, а стоило ли оно всего этого. Сегодня я расскажу про историю Unsafe. И последние несколько месяцев очень много разговоров вообще в Java Community про Unsafe, связанных с тем, что прошли слухи, что вот, наконец-таки в Java 9 выпилят из свободного доступа, и вот нельзя будет пользоваться всякими небезопасными штуками. Вообще, Unsafe появился уже довольно давно в Java, со времен Java 1.4. И он быстро набрал популярность среди не только разработчиков самой Java платформы, но и обычных девелоперов прикладных приложений. И успел обрасти Unsafe легендами и мифами уже к тому времени. Чего только народ не хочет делать с помощью Unsafe. Если какая-то сдача не получается обычными способами, давайте попробуем Unsafe. Может, он решает, что только люди не хотят делать. Какие-то изменяемые строки создавать, оверрайдить файнал-объекты, воскрешать эксепшены проглоченные, ломать security менеджеры и так далее. Вот один из вопросов, который мне особенно нравится, на который я даже имел осторожность ответить на стек оверфлоу. Один товарищ спрашивает, а как нам, используя Unsafe, освободить память, занимаемую Java объектом? Ну, есть метод Unsafe Free Memory, который вроде как должен это и делать. Ну, одна беда, что ему нужно в качестве аргумента адрес объекта передать. А как получить адрес Java объекта? Ну, давайте возьмем хэш-код. Как вы думаете, что будет, если попытаться выполнить этот код? Да неважно с какими. Скорее всего, получится примерно это. Ну, собственно, поэтому класс и называется. А Unsafe, то любое неосторожное движение и вы в яме. Все сломалось. Виртуальная машина упала с критическим исключением. И не то исключение, которое просто там ломает один поток, а, кажется, вся виртуальная машина. То есть работал Application Server со 100 приложениями, все 100 приложений грохнулись из-за одной ошибки в одном. Что же все-таки такое Unsafe на самом деле? Ну, изначально это появилось как именно прослойка между классами в GDK и виртуальной машиной, Hotspot. Ну, это, вообще говоря, обычное явление, когда части платформы или части языка разрабатываются на том же самом языке. То есть разрабатывать GDK и класс ЛИП на самой Java, это удобно и понятно. Ну, вот в Java 1.4 появилось много новых фич. Директ-буферы, например, Java Neo. То есть это первый такой официальный IP для доступа к off-hip в Java. И вот эти самые байт-буферы, они внутри реализованы как раз через Unsafe. Много используется в графической подсистеме. Для того, чтобы не гонять постоянно через GNI туда-сюда структурки нативные, вот они заполняются в Java коде и передаются, как есть, в нативный код, просто через адрес объекта. Также в 1.4 Java был основательно переписан reflection. То есть до этого все reflection-вызовы, там типа method invoke, они работали через native код, через вызовы виртуальной машины. Но для того, чтобы значительно все это ускорить, в Java 1.4 появилась динамическая генерация байт-кода, когда вот создавался аксессор динамический для вызова какого-то конкретного метода. И вот, ну чтобы этот аксессор мог делать то, что не могут обычные Java-классы, вот он использовал внутри Unsafe. Ну с появлением пакета JavaToolConcurrent в Java 1.5 и решение в Java 1.6 появилось много новых классов Atomic, Lock, и это все тоже внутри использовали Unsafe. Наконец, в Java 7 и Java 8, с приходом метод Handle и Lamped, они тоже активно используют Unsafe. Ну и наконец, чем примечательный этот класс, несмотря на то, что он приватный, и не предполагалось, что его кто-то будет использовать вне GDK, но он стал настолько популярным, что вот производительным GVM даже пришлось подстраиваться под разработчиков, и в том или ином виде этот класс Unsafe присутствует во всех GDK, даже на Android он есть, хотя и не всегда к нему можно доступиться. Ну, благо дело OpenGDK у нас open-source, и давайте скачаем, посмотрим, что у него внутри. Ну, это обычный Java-класс. Singleton, кстати говоря. Ну, и как полагается, Singleton у него есть приватный конструктор, который инициализируется только один раз. И вот метод GetUnsafe, который должен давать экземпляр этого Singleton, у него внутри есть специальная проверочка, которая проверяет, что кем вызван этот метод, если он вызван из Bootstrap класс loader, то есть системными классами, то можно использовать иначе security exception. И более того, вот мы видим в статическом инициализаторе даже метод GetUnsafe, он регистрируется в специальном списке, фильтре, который отсеивает возможность получения доступа к этому методу через reflection. Вот что интересно, метод GetUnsafe спрятали таким образом, а вот поле GetUnsafe не спрятали. И теперь через это поле все, кому не лень, и доступаются. Вот таким вот незамысловатым способом. Ошибка? Может преднамеренная ошибка? Ну, окей, что теперь это? Дыра в безопасности такая? Ну, на самом деле не все так плохо, поскольку все вот эти хаки с unsafe, возможно, до тех пор, пока у вас выключен security manager, он выключен по умолчанию, если вы запускаете на своей машине, на своем сервере. Вот, но если это, скажем, какой-то application сервер, который работает с security manager, или это, там, не дай бог, апплет какой-нибудь, ему, естественно, работает в виртуальной машине с включенным security manager, и при попытке доступиться таким образом к unsafe, немедленно получите access control exception. Вроде не все так плохо. Ну, хорошо, научились мы получать экземпляр класса. Вот незадачка, что каждый раз при компиляции класса, использующего unsafe, все время предупреждают, что не делайте этого, не делайте. Когда-нибудь мы это точно удалим. И вот так уже на протяжении 12 лет обещают. Но даже в этом случае можно вот взять, дописать один ключ команды строки, и не будет никаких ворнингов. Все, забыли. Окей. Ради чего вот так все фанатично пытаются достать от unsafe и что-то с ним делать? Ну, посмотрим, что есть внутри unsafe для начала. В первую очередь, конечно, работа с off-hip. Аллокация памяти, удаление памяти, и методы для доступа к этой памяти вне Java Hip-Up по сырому абсолютному адресу. То есть адрес у нас какой-то long переменной и передается в методы типа getbyte, getshort, getint. В общем, для всех примитивных типов есть соответствующие getter и setter, которые работают с off-hip. Там по два варианта этих методов. Одни работают с абсолютными адресами, а другие принимают на вход объект и смещение относительно этого объекта, для того, чтобы можно было работать через unsafe с объектами в хипе. А чтобы узнать эти смещения, по которым нужно обращаться, когда мы работаем с каким-то объектом, нам, наверное, интересует какое-то поле внутри него. И вот чтобы узнать смещение этого поля, есть методы objectFieldOfSet, staticFieldOfSet, и где начинается массив, arrayBaseOfSet. И важный, наверное, тут самый метод copyMemory, это вот та точка, через которую проходит все копирование данных из off-hip, off-hip и наоборот, во все стороны. Ну, хорошо, вы видели, там все методы native. Ну, выпиливают unsafe, ничего страшного. Возьмем и напишем свой unsafe с Blackjack и прочим. Реализуем на GNI все такие же методы. Вот, например, getIn. Все, проблема решена. Или что не так? С таким подходом. GNI вызов, он не такой простой. Ну, это слайд с одной из моих прошлых лекций. На самом деле, прежде чем вызвать нативный метод, GVM проходит через целую цепочку дополнительных действий. Там нужно определенным образом разложить аргументы, нужно переключить состояние потока и так далее. Короче говоря, накладные расходы во много раз превышают, чем, собственно, вызов, чем сам unsafe метод. В то время как в GVM, реализация unsafe, она не является как таковым native методом. Для виртуальной машины это специальные методы, которые при компиляции вырождаются фактически в одну инструкцию машинную. То есть это даже не вызов. Это просто заинлайненная инструкция. Еще важно понимать, что вот эти методы unsafe, они работают не так, как нативные методы. Они работают именно в контексте виртуальной машины или в контексте Java кода. И с этим можно натолкнуться на определенные проблемы. Например, если у вас есть работа с memory mapped файлами через unsafe, ну или те же через direct буферы, которые внутри себя все равно через unsafe работают, то нужно понимать, что вот любой такой вызов, что вы как будто бы пишете или читаете в память, но на самом деле любой такой вызов может обернуться обращением к диску. И что приведет в свою очередь к паузе всего Java приложения. Потому что не может возникнуть save point, не может GVM достигнуть save point, пока какой-нибудь из Java методов работает. В том числе и тот, который исполняет unsafe. Но помимо обычных getint, putint, есть еще аналогичные методы с волатильной семантикой, которые обеспечивают видимость между потоками, короче говоря, волатильную семантику, такую же, как на volatile полях. И, наверное, главный метод для основной примитив синхронизации, про который Леша Федоров уже говорил сегодня, compare and swap. Он есть для int, long и ссылок, который отомарно сравнивает значения в памяти с заданным и изменяет в случае равенства. А все остальные примитивы в синхронизации можно выразить через него. Вот, например, таким вот через casloop можно выразить метод getinted. Вот в java 8 в unsafe вынесли, например, вот методы getinted, addinted, а раньше они были внутри самих классов atomic integer, atomic long. А вот в java 8 этот casloop вынесли зачем-то в unsafe. Как вы думаете, зачем? Интринсики, да. На самом деле, вот эта реализация это не то, что исполняется на самом деле. Начиная с java 8, jit компилятор, он так же, как и про остальные методы unsafe, знает про этот getinted и исполняет не java, вот этот код, а тоже одной машиной инструкции выполняет эту операцию. Ну, а для тех архитектур, где не поддерживается вот такой атомарной операции, работает fallback старый добрый casloop. Ну, вот, например, если мы возьмем на atomic integer getinted и посмотрим через print assembly как скомпилируется на java 7 и на java 8, то на java 7 видим действительно тот самый loop, который добавляет пятерочку, потом делает атомарный compare and exchange, если запись не прошла, то повторяет все снова. Вот, а на java 8 уже ничего такого нет и будет одна-единственная атомарная инструкция. Вот, и что нам это дает? Написал простейший тестик, который делает в нескольких потоках одну эту операцию на шареной общепеременной. Ну, и как видим, что там, например, уже при четырех потоках он работает аж в четыре раза быстрее. То есть, есть за что бороться. Ну, помимо различной работы с off-hip-ом, есть еще много интересного в OneSafe. В частности, возможность создать новый класс, загрузить в виртуальную машину, но хитрый класс, который не привязан никакому класс-лоудеру. И, то есть, он существует только до тех пор, пока есть хотя бы одна ссылка на один этот класс. Известная проблема с выгрузкой классов, что классы в java не выгружаются до тех пор, пока есть хотя бы одна ссылка на хотя бы один класс, загруженный тем же класс-лоудером. А для генерации байт-кода LAMPT активно используется генерация классов на лету виртуальной машины. И вот они, на самом деле, внутри реализованы через такие динамически сгенерированные классы, которые вот через OneSafe define анонимность класса загружают в виртуальную машину. Широко используемый для сериализации, десериализации метод allocateInstance, который позволяет создать объект без вызова конструктора. Это еще поговорим попозже. Методы вроде parkon, parkgetloadaverage, на самом деле, в них ничего unsafe, ничего небезопасного нет, просто их поместили сюда, потому что было удобно. Такое удобное место с валкой методов, которые можно, которые нужны gdk где-то внутри. Вот. И, наконец, метод, на мой взгляд, тоже бесполезный, который позволяет выкинуть любой, даже checked exception из метода, который не объявляет эти exception в сигнатуре. Ну, как известно, этого же эффекта можно добиться на чистом Java коде без unsafe хаков. Кстати, кто знает, как выкинуть из метода? Через генерики, да. Ну, и помянем несколько методов, которые в Java 8 задепрекритились и удалились из Java 9, которые позволяли на любом объекте выполнить захват или освобождение монитора. Ну, того самого, который synchronized, ключевое слово, использует. еще мало кто знает, в unsafe в ходспоте еще были два интринсика, даже больше, чем два, несколько интринсиков для префечей. Их не было в коде unsafe класса, но если их туда добавить, то они вдруг работали ровно так, как и ожидается. То есть выполняли префеч из основной памяти в кэш-процессор. Поскольку это нигде не использовалось, даже внутри самой GDK не нашло применения, решили таки выпилить. Почему? Андрей, можно вопрос о том, почему вы выпилилили? Потому что процессора все хорошо с этим? Да нет, просто в Java приложениях это не нужно, как казалось. Хорошо, с GDK понятно. А для чего же программисты-то других приложений используют? Ну, понятно, самый, наверное, распространенный частый кейс это вынос данных в off-hip. То есть это самые разнообразные коллекции, списки, мапы и так далее. Память стала много, память дешевая, уже нередко серверы, где стоит по 400, по 512 гигабайт оперативки. Ну, вот у нас наверное, 7 тысяч серверов в одноклассниках. Наверное, чуть ли не половина это того или иного рода кэши. и, как правило, много гигабайтные. Понятно, ну, может, кто делал хип, пробовал ставить хип на 100 гигабайт. Были у кого-нибудь? Ну, и не советую. Может, даже какое-то время это будет хорошо работать, но вот в один прекрасный момент все станет на долгие-долгие секунды, если не минуты. Ну, другая проблема джамских объектов, что даже вот массивы, они ограничены. Ограничены размером в 2 гигабайта. Ну, а что такое 2 гигабайта по нынешним меркам? Ну, понятно, мы избавляемся от длинных гц пауз, вынося в хип. И, что немаловажно для длинных как раз объектов, это попытка избежать фрагментации в Java HIP. Ну, наверное, знаете, что в CMS сборщике мусора старое поколение, оно не компактится, и поэтому, вот, если у вас есть много локаций больших длинных объектов, которые не постоянно живут, периодически, уходят, удаляются, вычищаются, то неизбежно хип рано или поздно фрагментируется, и наступают промоушен фейлеры с Stop the World паузой, опять же, на многие секунды, если не минуты. Ну, еще, что хорошо в HIP коллекциях, то, что можно разложить данные так, как вам надо. например, если взять обычную хешмапу, в типичном мэппентре он содержит две ссылки, как правило, на ключ, на значение. Вообще говоря, что любой объект, он это ссылка, ссылка на объект. В то время, как во в хипе вы не можете работать непосредственно с джава-объектами, но вы можете разложить поля этих джава-объектов в том порядке, в котором вам нравится. Но и не только вам, но и нравится и процессору. А процессору нравится, когда вот все лежит там подряд, рядом, для того, чтобы оптимально работал кэши процессора, префечинг и прочее. Ну вот, например, в нашей опенсорсной библиотечке OneNeo реализован готовое решение для создания различного рода off-hip хэш-таблицы кэшей. Давайте попробуем реализовать самую простую структуру off-hip-овую реалист лонгов. Что мы делаем в конструкторе? Аллоцируем память через unsafe allocate memory, метод add как и вводится проверяет копасть, недостаточно расширяет. И методом putLang кладет очередное значение, а get достает. Вот важно отметить, что в отличие от работы с массивами, вам тут надо самим явно проверять выход за пределы границ. Потому что, если вы это не сделаете, и вдруг какой-то код попытается обратиться по несуществующему индексу, то в лучшем случае просто какой-то мусор прочитаете, а в худшем и вовсе крашните виртуальную машину. Да, чего не хватает здесь важного. это get. Вот основное, что должно быть в отделении памяти есть, да, нет, освобождение. И тут одна из больших проблем of heap структур. Когда выделить память мы знаем, а вот когда освободить непонятно. Вот если мы напишем явный метод free, то могут быть проблемы в многопоточной среде. Да и не только в многопоточной среде. Если вы попытаетесь использовать потом память, которую уже освободили, вот снова те самые черные экраны с крашенем. Ну а чтобы разработчики библиотек могли обезопасить свою библиотеку от такого некорректного использования, ну что надо делать? Если вы добавляете какой-то флажок, была ли память освобождена, получается вам этот флажок нужно проверять во всех методах, во всех add, get, и более не просто проверять, еще проверять атомарно. То есть чтобы рейс кондишенов не получилось так, чтобы флажок проверили, но потом в это время потом параллельный поток уже освободил память. Так бы пришлось делать это все подлогом, что не свело бы на нет всю производительность. поэтому единственный надежный способ освободить объект только тогда, когда на него потеряются все ссылки. То есть он заведомо станет недоступен из Java программы. Это достигается через Phantom Reference. То есть это очередь, в которой помещаются ссылки Phantom Reference уже удаленных объектов в хипе из хипа, где вы очищаете адрес. Вот ровно так и работают освобождения байт-буферов, например. Да, кстати, а почему, зачем вот это все нужно, этот unsafe, если у нас есть директ байт-буферы? Почему нельзя то же самое на них сделать? Да, во-первых, нет Valtel Get-ов. Может, еще что-нибудь? Ну, на самом деле, много причин. Самое главное для нас, например, в компании идут ограничения. То же самое, в 2 гигабайта, даже меньше, чем 2 гигабайта Max Value. То, что индексы в байт-буферах имеют тип интеджер, и значит нельзя вот на все эти наши 400 гигов кэша создать один байт-буфер. Но они не потока безопасные, у них нет методов с волатильной семантикой и нет явного освобождения. Ну, если нельзя, но очень хочется, как известно, то можно. Это вот еще один такой хак, который через приватный API, а именно Sunneoch Direct Buffer, вот можете, ну, если вы знаете, что ваш байт-буфер, он директ, и кастануть его к этому скрытому классу, и у него достучаться к клинеру, который умеет очищать явным образом память. Ну, приходится к этому прибегать, потому что иначе вы не можете гарантировать освобождение памяти до тех пор, пока сработает garbage collector. Это ровно то, чего мы хотим избежать. Мы хотим, чтобы garbage collector работал как можно меньше. А вот это код из внутренности GDK. Вот что бывает, когда нет такого явного механизма освобождения памяти. Все вам тут нравится, а? Да, ровно то, что вы видите. Вызывается SystemGC, который все ругают и предостерегают его использования. Но внутри GDK он используется, потому что больше нет у вас механизма форсировать сборку мусора и освободить такие ссылки, если они остались на байт-буферы. Вот. Но более того, GC может еще вызываться асинхронно, поэтому надо сколько-то подождать. А в Java 9, что интересно, разработчики осознали, что 100 миллисекунд может быть мало, и накрутили там целую логику по с панишал бэк-оффом, когда вот сначала мы ждем немного, потом чуть побольше, потом еще больше, и так далее. Ну и то же самое копируют и разработчики уже других систем. Вот, например, код из проекта Cassandra. Там разработчики гораздо менее оптимистичны по поводу по поводу паузы, ждут не 100 миллисекунд, а аж целую минуту. Вот, но байт-буферы есть, ансейф есть, байт-буферы работают через ансейф, и используя рефлекшн можно достучаться к полю адрес, который будет тот самый адрес вне java-hip. Таким образом можно менять способ работы через байт-буферы напрямую с ансейф и наоборот. Кстати говоря, давайте померим вообще насколько байт-буферы проигрывают по производительности ансейфу. Но интуиция подсказывает, что должно сколько-то проигрывать, поскольку как минимум в байт-буферах есть проверки на выход за границы буфера на каждый вызов пута или гетто. Во-вторых, есть проверки на ордер. Как известно, в байт-буферах можно на лету менять эндианес, little эндиан или big эндиан. И поэтому перед каждым вызовом нужно проверять, а в каком режиме сейчас этот байт-буфер работает. Ну вот как показывает результат бенчмарков, что действительно разница есть, но не такая даже большая, как могла бы показать. Там чуть больше, чем в полтора раза. Что в принципе по производительности байт-буферы они не сильно уступают прямой работе в ансейф, но вот из-за того, что есть такие существенные ограничения на размер, на освобождение памяти, на волатильную семантику, получается, что нет реально у них сейчас альтернативы. Другой частый кейс для использования сейфа для всевозможных хранилищ и кэшей, для маппинга файлов больше, чем 2 гигабайт, для использования разделяемой памяти. У нас в проектах зачастую используются кэши в разделяемой именно памяти, поэтому рестартуя приложение, у нас весь кэш накопленный остается в памяти и нам не нужно его заново накапливать и подгружать из базы. Кроме того, благодаря того, что мы можем работать с адресами как числами, использовать арифметику указателей, выравнивать данные как нам нужно, использовать какие-то линук специфичные штуки, например, закрепить явно физической памяти какой-то регион или наоборот сказать, что мы прочитали некоторую область памяти и теперь она нам не нужна, можно плитч кэш сбросить. Вот, кстати, пример, опять же, через приватное IP, как мы делаем мэппинг длинных файлов. понятно, что внутри JDK есть такие методы, мы могли бы реализовать это все на нативе, но тогда нам пришлось реализовать одни и те же функции для линукса, для виндоса, для мака, потому что сервер у нас работает на линуксе, разработчики могут совсем на других системах работать, но они тоже должны работать с этим кодом, отлаживать его. То есть удобнее взять и использовать приватное IP, чем писать свою библиотеку каждый раз под каждую платформу. Что касается concurrency, уже было верно замечено, нет ничего сейчас, что представлял бы возможность concurrency, да еще и off-hip, и поэтому различные конкурентные буферы и очереди, там очереди сообщений реализуются на unsafe. Мартин Томпсон очень сильно против выпиливания unsafe из java, потому что в его проект Viron, например, гордится тем, что он может до 6 миллионов сообщений в секунду в одном на одной машине обрабатывать, и таких результатов просто нельзя было бы достичь без unsafe. Также полезно использование структур, которые разделяются несколькими приложениями, то есть разделенных кэшей, когда два приложения используют одни и те же memory mapped файлы или области разделяемой памяти, и вот чтобы синхронизироваться между друг другом, чтобы не начать одновременно модифицировать одну и ту же запись, используется примитивая синхронизация на unsafe. Другой пример использования unsafe для ускорения кодинга и декодинга. Вот здесь я привел пример фрагмента из известного алгоритма хеширования xxhash. На сегодняшний день один из известных высокопроизводительных и качественных хешей. В код можно не вчитываться. Тут важно обратить внимание на то, что основой этого алгоритма является работа с памятью в виде интов 32-бит кусками. Вот если на входе подаем просто сырой массив bytes, то чтобы из него достать int нам нужно достать отдельно 4 байтика и потом операциями логическими и сдвигами их соединить в один int. Кто когда-нибудь писал какой-нибудь кодинг и декодинг, наверняка что-то подобное видел. В то же время с пользой мансейфа можно сделать это одной строчкой. Поскольку байты лежат рядом в памяти, их можно просто трактовать как один int. Бенчмарки на GmH показывают, что в принципе оно того стоит. Потому что на массивах размеров в 1 килобайт можно добиться ускорения алгоритма в три раза. Это не конкретно вместо get-in, а это целый алгоритм xxcash ускорился в три раза. Мой любимый пример про сериализацию. для чего нужна сериализация? Много где. Для сохранения объектов на диске, для передачи объектов по сети, для удаленного вызова процедур. Сериализация связана с тем, что вы должны куда-то сохранять или передавать Java-объекты. Для этого вы их преобразуете в массив byte и как-то работаете. Потом снова из массива byte получаете объекты. Чтобы работать с сериализацией, нужно уметь делать то, что вообще говорят делать нельзя. То есть получать доступ к приватным полям объекта. Сейчас у вас есть только два выбора. Либо через reflection, либо через unsafe. Через reflection медленно. Да и в конце концов reflection на три работы через unsafe. И уже упоминалось сегодня создание объектов без вызова конструктор. Вы знаете, что при десерилизации конструктор не вызывается. Но по крайней мере конструктор того объекта, того сериализе объекта, который мы десерилизуем. А с помощью unsafe это можно вызвать. И в нашем ваннео проекте есть гордимся особенно сериализацией, потому что она быстрая, компактная и главное, в отличие от известных аналогов и альтернатив, поддерживает гибкую эволюцию классов. То есть сервер может работать с одной версией класса, клиент с другой версией класса. Причем не только тривиальные изменения типа добавления и удаления поля, но и более сложные. Изменения типа поля, переименования, вот, и добились мы это за счет того, что унаследовали наши классы, которые генерируют сериализаторы от магического класса, он так и называется, Magic Access RIMPLE. Дело в том, что есть такая дырка, как раз для стандартной джаваски сериализации она была сделана в JDK, но вот теперь ее используем и мы. Унаследовавшись от этого класса, Hotspot не будет запускать верификатор байт-кода для вашего класса, а значит можно внутри использовать всякие хаки, то есть и объекты создавать, и вызывать байт-код new без вызова конструктора, и обращаться к полям, которые казалось бы недоступны, на что в обычном случае кинулся бы verify error, то магический аксессор проглатывает. Ну и наконец приходится сталкиваться с задачами, которые нельзя решить даже с помощью unsafe IP. Они касаются прежде всего работы с какими-то фичами операционной системы. Например, у нас есть собственная сетевая библиотека, которая получает выгоду от того, что использует линук-специфичные фичи TCP стэка и сокетов, и быстрый SSL за счет интеграции с OpenSSL. Всякие хинты специфичные для операционной системы. Один из недавних примеров. Есть кэши, которые периодически сбрасывают содержимое на диск. И как-то выглядит процедура, что в фоновом потоке мы пробегаем все записи и постепенно их пишем, пишем, пишем на диск. Такой большой получается длинный файл на диске. Но если вы это делаете обычными способами, через FileChannel или Random Access файл, то те данные, которые пишутся, они оседают еще в дисковом кэше операционной системы. тем самым забивают память. Несмотря на то, что казалось бы операционная система должна эту память освобождать при необходимости, но на практике получается, что Linux сам может решить, что почему-то ему показалось, что сейчас данные в дисковом кэше важнее, чем данные в хипе. хопа, часть хипа засвопил на диск. нонсенс. В общем, чтобы такого не происходило, приходится после записи очередного блока явно говорить, что вот нам этот блок в дисковом кэше больше не нужен, освобождай его скорее, не занимай оперативную память. Тоже пример понятный с понижением привилегий. Чтобы запустить веб-сервер, мы должны открыть порт 80. По умолчанию открывать и слушать порты ниже 1024. можно только от рута. Но когда мы приложение запустили из-под рута, открыли порт, после этого мы понижаем привилегии. Понятно, что веб-сервер из-под рута большая дыра безопасности. Либо распределение потоков по ядрам принудительным способом для балансировки нагрузки. Это все тоже не хватает в Java и приходится прибегать к примитивам операционной системы. Да. В общем, предупреждали, предупреждали долго и наконец-таки свершилось. Прошел слух, что все конец, не будет Java Unsafe. Все началось со страшной статьи в блоге, где автор, не стесняясь выражений, говорил, что как же так, мы все умрем, мир разделится на мир до Java 9 и после Java 9. Мир уже не будет никогда прежним. Это полная катастрофа. А почему полная? Потому что все люди делятся на разработчики на две категории. Либо те, кто работают с Unsafe и те, кто думают, что не работают с Unsafe. Даже если вы думаете, что не работаете с Unsafe, то вот посмотрите, узнаете что-нибудь? Вот эти проекты, они так или иначе завязаны на Unsafe напрямую либо косвенно. Их на самом деле гораздо больше, сотни. Я вот только привел те, которые на слуху у всех. Вообще говоря, выпиливание приватного API идея, ну, идея-то сама по себе хорошая. Потому что по сути даете в руки гранату обезьяне. Ну, вот помните, да, пример с Free Memory хэш-кодом? Потому что люди уже начинают использовать Unsafe, но при этом не понимают, что это так и как им пользоваться. Вот. И по-хорошему надо вот это на корню пресекать. Даже если класс Unsafe закроем, то возможно, что где-то там в GDK много где используется и возможно где-то утечет ссылка. Поэтому потенциально это дыра в безопасности и был бы удобнее в принципе доступ к этому классу откуда бы ни было закрыть. Ну и наконец это проблемы поддержки кода. Причем с обеих сторон. Разработчикам GDK надо заботиться о том, что они теперь не могут менять все, что хотят в своем же приватном внутреннем API, потому что кто-то снаружи это может использовать. А кто-то снаружи у него нет гарантии, что это не поменяют разработчики GDK. И вообще говоря история началась еще давно. По крайней мере больше года назад проекту Gigsaw по распиливанию GDK на модуле ему-то уже вообще много лет. Но где-то год назад его оформили в качестве джепа и уже стало известно, что он пойдет в Java 9. И вот на DVOX в конференции Марк Рейнхольд это главный архитектор Java в очередной раз рассказал про модульность и где отдельно упомянул, что теперь разные модули для того, чтобы общаться друг с другом от зависимости модулей друг от друга они должны быть явным образом указаны до пакетов и вообще говоря, что если этой зависимости не будет явным образом прописано, то модуль не сможет получить доступ к этим пакетам в других модулях. Ну и с классами приложения та же самая история, что к некоторым модулям, в частности внутренним модулям, они вообще не смогут получить доступ в этой модульной системе. То есть при попытке даже разрисовывать класс Unviscunsafe у них тут же будет NoclassDevFoundError. Вот. И тут-то народ и засуетился. Вот один из тех, кто больше всех засуетился, это был лид из HazelCast. Ну, понятно, почему, потому что HazelCast, MemoryGrid, у них там весь бизнес построен на Unsafe, можно сказать. организовали группу и дискуссию, куда позвали разработчиков из всех, из большинства вышкоперечисленных проектов. А там как раз и тот самый знаменитый блог вышел с криками «Все мы умрем!». Это неудивительно, что на конференции G-Crit, ну, это даже не столько конференция, сколько такая вот тусовка всяких известных людей из Java мира, ну, кстати говоря, от нашей компании Леша Федоров опять же там был. Только и разговоров было, что об Unsafe и придумали, что нам думали, что с этим делать, что придумывать. Вот. И надо отдать должное, что такие Oracle прислушался решили таки смягчить боль. И вот на очередном GVM Language Summit, который совсем недавно прошел, Марк Рейнхольд выступил вновь, где представил уже новый план по плавной миграции по отказу от Unsafe. идея этого плана какая, что в Java 9 выпилится только то, что либо не критичное, то есть то, чему есть явная замена в Java 9, либо то, чем никто не пользуется. Но даже в этом случае оно останется на крайний случай при помощи доступной через опцию командной строки. Ну а критичный класс как тот же Sun Miscenceive связанный там Cleaner Reflection Factory и так далее. Вот они останутся пока что. Так что можно выдохнуть еще по крайней мере до GDK 10, который там неизвестно когда будет. Скорее еще не раньше, чем чемпионат мира по футболу. Так что пока что живем спокойно. Но при этом так будет не всегда. То есть по мере того, как будет появляться замена этому приватному IP в GDK версии N или N плюс один. Оно будет скрываться, а в следующей версии и выпилится вовсе. Да, чего же нам предлагают замен-то? Ну вот что касается нативного API работы с операционной системой, есть уже сформированный джеб, но уже сейчас точно известно, что в Java 9 он не успеет попасть и улучшенный форм функцион интерфейс будет только в Java 10. В основном за основу в нем взят GNR Java Native Frontime. Это что-то типа GNA, кто знает, с еще большими возможностями. вот так примерно выглядел бы в GNR вызов функции SetUit и SleepC. Самое интересное для нас наверное WarHandler, которые уже закоммитились добавить в Java 9, хотя я вот только недавно буквально на днях качал исходники этого проекта, что же там сейчас сделано по WarHandler, признаться не впечатляет. Я вот как-то не уверен, что они все успеют, честно говоря. Ну, что такое WarHandler? Это кто знает метод Handler, такие вот ссылки на методы, которые можно вызывать, как-то с ними работать. А это в каком-то смысле ссылки на поля, что-то похожее. Если у нас есть, допустим, класс очередь с полем Size обычным полем янтовым, можно получить указательное это самое конкретное поле и выполнить на нем какую-нибудь операцию с атомарной семантикой. Понятно, там писать такие страшные конструкции жутко некрасиво неудобно. Вот хотелось бы видеть что-то такое более простое. на любой да. Ну и в отличие там гораздо шире возможности чем у Atomic Firdle Updater вот еще расскажу про это. Вот синтаксис это один из предлагаемых синтаксисов но не факт что в Java 9 ведь он будет. Вот помимо конкретного поля можно получать такую ссылку на конкретный элемент массива или целый массив представлять вот делать вьюшку байтового массива например как лонгового массива ну то что я говорил связанное с кодингом декодингом вот и такие методы предлагаются сделать у Warhandle то есть это всевозможные виды доступа атомарных операций и различные типа барьеры acquire release и так далее Андрей можно еще вопрос по слайду а вот последние перемены это endiness да или что вот здесь true да да также предлагается вот в этом же джейпе добавить семантику барьеров которые сейчас java memory модел не покрывает вот но пока что апдейта к java memory модели не выпущено вот опять же успеют не успеют к java 9 что касается оффхипа в принципе есть идеи как и эту проблему можно решить с warhandle то есть можно делать хендлы которые отображают байтбуферы наши старые добрые вот либо предлагается сделать ввести понятие оффхип регионов или memory регионов вот но пока что это все тоже на уровне разговоров только реального IP еще нет вот а может для сериализации что-то какие-то альтернативы есть вот пока что единственное что есть для сериализации в пакете sunreflect reflection factory через который можно получать конструктор он так называется конструктор for сериализации вот через него сейчас работает десерилизация в стандартной джавовской сериализации вот но все равно это приватная IP не публичная вот и да есть предложение сделать из этого IP публичный в принципе можно было бы но пока что опять на уровне разговоров а пока что единственным легальным способом создать объект без вызова конструктора это является native метод то есть в GNI такая возможность предусмотрена ну со всеми вытекающими недостатками GNI короче говоря вот самый главный слайд презентации ради чего все это затевалось да вроде как и можно было бы но по факту если вы хотите возможности производительность то выхода другого на данный момент нет и в Java 9 к сожалению и не предвидится ну и ровно поэтому просто из Java 9 это сейчас не выпиливают вот ну и напоследок расскажу пару историй что работать с unsafe небезопасно это не только потому что можно самому легко ошибиться но и потому что можно легко напороться на багу в GVM вот например это еще давний пример и со времен Java 6 но факт тот что такой простой код буквально в три строчки он вызывал краш здесь пересечь только несколько багов в GVM на которые только мы в наших проектах натолкнулись так-то и гораздо больше вот ну не все из них даже связаны с непосредственно unsafe но идея в том что работая на таком низком уровне виртуальной машины вы можете выявить те use кейсы которые в случае написания обычной Java программы просто вы не воспроизведете то есть были случаи когда действительно бага была в C2 компиляторе очень трудно воспроизведемая то есть она воспроизведилась даже на валидном Java коде но крайне редко было сложно воспроизвести а вот с помощью unsafe гораздо проще вот и ну как видно что там вот сколько уже чуть больше четырех лет работаю в одноклассниках и вот за это время по крайней мере четыре бага только в unsafe в GVM мы нашли то есть в год по багу один вот совсем недавно был только по фикшен в последнем 8 update 60 собственно из-за чего мы даже везде на проде себя отключили уровневую компиляцию потому что в промежуточном уровне C1 компиляторе была серьезная критическая ошибка которая на простейших случаях работы с методами unsafe валила GVM вот и есть даже некоторые баги которые не пофикшен до сих пор тоже на одной из прошлых лекций уже приводил этот пример работы с shared memory в линуксе там можно создать файл который заведомо больше объема shared memory вот по умолчанию в линуксе до 50% объема физической памяти можно задействовать под объект разделяемой памяти то есть они в псевдофайловой системе где в шум лежат вот то есть выделить файл можно больше но как только вы запишите объем данных реальный равный размеру половине физической памяти произойдет страшное падение GVM кстати говоря у меня уже есть фикс но все руки не доходят его законтрибьютить ну это все что я хотел рассказать на сегодняшний день готов выслушать сейчас ваш вопрос насколько именно API не будет хватать после вархендлеров ну не с точки зрения удобства а с точки зрения там производительности возможности и так далее ну смотри я вот перечислял да юзкейсы и вархендл они не отвечают на многие из этих юзкейсов то есть вот те же почему проблема с освобождением памяти остается проблема вот не видел нигде решение проблемы с буферами больше двух гигабайт вархендл предоставляют возможность буферов с индексацией на лонг не инт как сейчас а лонг вархендл да но что это что это будет ну да пока еще не формализовано но первая строчка закрывается как таковая трэд сейв тоже принципе закрывается потому что там трэд сейв тоже в принципе закрывается потому что там была тайная семантика вот с фри-мемори да согласен что еще не закрывается однозначно он сегодня напьется походу млок мадвайз этого и не было млок мадвайз и так далее та же кассандра дергает через джинай потому что ансейв тоже не предоставляет и не будет в ближайшее время вроде как вот ну тут речь шла о том что порой там нужны именно выровненные гарантировать выровненность по границе страницы ну ну ансейв тоже вроде как не гарантирует тот же самый волатайл пуд на невыровненном филде лонговском можно получить очень печали вот ну какие-то сценарии покроются да но не все о том и речь церилизация опять же непонятно чтобы пока что только джинай как я говорил для создания объектов ну я думаю все андрей спасибо спасибо аплодисменты Спасибо.